Здравствуйте, мои любимые зрители! Рада приветствовать вас на своем канале! И сегодня хочу вам, спустя, сколько я уже второй год на ютубе, хочу вам сказать несколько слов. Ну, вообще, будет такое сборное, наверное, видео, потому что у меня приступы разговорческого видео бывают не так часто. И хорошее такое настроение бывает тоже не... Ну, бывает, ну, то есть в основном у меня хорошее настроение, но на хорошее настроение должно быть хорошее настроение и болтологическое настроение. Что я сказала вам? И хочу вам сегодня чуть-чуть рассказать про то, как не стоит снимать видео. Вообще, вот эту тему и из своего опыта. Как я уже повторяюсь, я уже второй год на ютубе начала снимать это видео вообще с полного нуля. То есть меня никто не учил, никто не подсказывал. Я надоедала всем блогерам. Девочки, спасите, помогите. Как это, как это, как кто, зачем, почему. Девочки, конечно, молодцы. Ой, сколько мне... Сколько всего помогли. Особенно мне помогла Хелен Лин. Вы ее тоже знаете. Ссылочку оставлю. Она вообще... Она мне очень сильно помогла. Я по любому поводу ее, скажем так, грубо долбала. Она, наверное, так уставала от меня. Я ее... Я ее забрасывала письма в день и ночь. Ну, не только ее и других девочек. Но она... Она вообще молодец. Она такая молодчинка. Я не знаю, как... Как вот вообще сказать про нее слова благодарности. Ну, я вообще благодарна ей за все. Сейчас, по прошествии столько... Столько... Годов. Не годов, конечно, месяца. Я думала, господи, какая же я все-таки была наивная. И вообще, смотря свои первые видео, я поражаюсь над своей глупостью, тупостью. Но я их не стираю. Пускай будет не уроком. Ну, и вот, сразу скажу. Хочу сказать. Не снимайте видео. Первое это, наверное. Не снимайте видео в плохом настроении. Ничего не получится. И никогда не снимается видео по... Ну, не знаю, как сказать. По подсказке, что ли. Вы... То есть, я пыталась сделать такие видео. Я сначала там какую-то тему развиваю. Я читала. Чуть не там... Заучивала, да? Ну, то есть, вот текст какой-то. Но не получается. Видео должны они идти из... Внутри. Вы же не диктор на телевидении, да? Получается так. Поэтому оно должно идти изнутри. Оно должно быть с эмоциями. А эмоции, они идут от настроя, наверное. От того, как ты хочешь пообщаться со своим зрителем. Так. То есть, первое это не снимать в плохом настроении. Второе это не снимать под копирку. Ну, скажем так, вы поняли меня по... Там, читать еще где-то, типа, субтитров где-то там. Это я, по крайней мере, говорю про свой опыт. Третье. Третье, третье. Это не снимать, когда темно. Когда нет солнца. И когда вот все-таки темно. Получаются такие нехорошие видео. И эти видео, по крайней мере, на меня и мои такие темные видео, они не поднимают настроение. И их не хочется снимать. Четвертое. Вот это сейчас я сама не по написанному, без подсказок. Говорю по своему опыту. И, конечно, немножко тяжеловато это говорить. Но думаю, все-таки это от души. И, наверное, лучше так. Потом. Насчет камеры. И насчет штатива. Штатив я купила, ну, наверное, спустя месяц. После того, как я начала снимать. Без штатива вы не блогер. Вы, как я только не снимала, куда я только не подкладывала, куда только я не засловывала. И так, и так. На первых порах вам сгодится и самый дешевый. Буквально они стоят копейки. До этого, до того, как я начинала снимать здесь, я занималась фотографиями. У меня был свой, ну, как, ларек. Ларек, не ларек. Где я... Не я, а у меня были два мальчика, которые делали фотографии на документы. Потом ретушировали фотографии. Фотографии на кружки. И все-все-все такое. Фотографии на памятники. То есть, такие мелкие фотоуслуги. И для того, перед тем, как я начала заниматься этими, я все это изучила. Я знала все досконально, фотошопы всякие, все-все-все-все-все. Сейчас, конечно, я немножко подзабыла. И у меня был штатив. У меня был хороший штатив. После того, как я закончила заниматься, я его продала. И о чем очень глубоко жалею. Ни в коем случае. Не надо было этого делать. И был у меня хороший фотоаппарат. И он у меня почему-то разбился. Нечаянно упал. И у меня, получается, не было ни фотоаппарата хорошего. У меня не было ни штатива. У меня была только камера. Как снимать камеру, я тоже практически ничего не знала. Спустя месяц я купила штатив. Без штатива вы как без рук. То есть, штатив нужен обязательно. Это 100% он нужен. Пускай он будет дешевый. Вот у меня сейчас в данное время он какой-то дешевый. Я купила. Просто у меня, по-моему, в то время не было денег. И я купила там рублей 600, может быть, так. Он немножко скрипит. Он немножко так туда-сюда. Но, по крайней мере, он снимает. Ну, конечно, я его поменяю. Но пока он меня устраивает. Насчет фотоаппарата и насчет этого. Наверное, это все-таки нужно в технических вопросах. В другом видео, наверное, я вам расскажу. Теперь насчет... Давайте немножко затрону насчет программ. Я снимаю, монтирую, то есть. Я монтирую в программе Sony Vegas. До Sony Vegas я монтировала... Не знаю, название правильно скажу, нет. А, 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 буковка английская. W, V, I, V, E. Я лучше напишу. Эдитор. Она простенькая программа. Такая, хорошо монтирует. Для начинающих, наверное, самое то. Но сразу скажу, что она... Почему-то у меня начала глючить. То есть я монтирую видео. И там на полпути она у меня вырубается. Мне приходилось заново. Я не знаю, может, это технический вопрос с компьютером был связан или с чем-то. Ну, не знаю. Ну, по крайней мере, я от нее отказалась. И плюс еще у меня, знаете, что есть какая проблема. У меня сама камера, видеокамера это Sony. Sony выпускает... То есть конечный файл это МТС. Вот эти файлы МТС не читают все программы, которые для монтажа. Читают очень мало программ. И поэтому мне приходилось изворачиваться. Я сначала в одно время делала... Перемонтировала их, эти файлы МТС, чтобы в какую-то программу для монтажа ее всунуть. Но потом мне это дело надоело. И я там наткнулась на Sony Vegas. Sony Vegas как раз она читает, потому что это все-таки одна компания у меня. И камера Sony, и Sony Vegas. Sony Vegas довольно-таки сложная, наверное, программа для начинающих. Она какая-то вот... Вы знаете, как могу я вам сказать? Она жесткая программа. Там нет какой-то красоты. Там нет какой-то простоты. Жесткая программа. Я не скажу, что она какая-то суперсложная. Посидеть с ней можно, там что-то там из нее. Но после того, как я изучила и поснимала, там, и помонтировала, там, например, месяца 4, мне захотелось большего. У меня была 11-я версия, я захотела 12-ю версию, и в данное время есть 13-я версия. Но сразу скажу, что у меня компьютер был старый. Монтаж происходил очень долго, то есть рендер, так называемый. И мне приходилось по несколько часов сидеть и ждать, когда она там соизволит мне выдать готовое видео. И после того, как я приобрела новый компьютер, уже не с XP, а передсункой у меня стала XP, а с 7-кой, сразу скажу, что Sony Vegas, последняя версия, они поддерживаются с 7-кой. XP, XP, они уже как-то устарело, так называемо. Я посмотрела, знаете, разницы там как таковой нету практически совершенно. Также я осталась в своей 11-й версии, но уже под операционкой Windows 7. Чем она мне нравится, эта программа? Эта программа, знаете, вот вы снимаете видео, да, то есть много-много получается у вас кусочков, их нужно соединить, нужно отрезать там, нужно отрезать там, нужно ну-ну-ну-ну. В этой программе это все делается очень просто, то есть нажатием одной клавиши вы можете отрезать, отрезать кусочки. То есть до мельчайших подробностей вы можете растягивать и отрезать, и вставлять там что-то такое нужное. Но у них нет, вот я же говорю, она для меня жесткая программа, такая сухая программа, но эта программа позволяет делать вот такие вот доскональные видео. Но потом я нашла уже другую программу, про эту программу я вам рассказывала. Там до мельчайших подробностей, конечно, это все сделать сложно. А насчет Sony Vegas там со звуком, там есть отдельные дорожки, где видны звуки, то есть нужно ее, нужно в ней немножко разобраться, чтобы потом слушать меня. Потому что я, например, даже когда что-то я не знаю и что-то слушать о чем-то, мне неинтересно. Я думаю, так же и вам.